Отрезанные от внешнего мира жители двух домов по улице 21 Амурская в негодовании. В их многоэтажках накануне были варварски срезаны провода интернета и кабельного телевидения. Причем исключительно одного оператора связи – умских кабельных сетей. Оборудование второго провайдера удивительным образом осталось целым, а уже на следующий день в почтовых ящиках появились их рекламные буклеты. Все вырвали оборудование, все пропало. Сегодня уже смотрим, в ящиках, на дверях уже лежат эти листовочки, брошюрки, медиагруппы. Все, уже реклама пошла, уже подключайтесь к нам. Как вы считаете, это специально был ход какой-то сделан? Естественно, они вырвали чужое, чтобы продвинуть свое. То, что крутить не удалось, ломом подлезли, вот здесь видно, и с этой стороны, и то, и просто выдернули узлы, и узлы куда-то пропали. То есть, есть болты разбросанные, это оптика наша идет. Арнольд был первым, кто приехал на вызов о мечеях. Участковый уже был вызван техническим отделом омских кабельных сетей. Когда страж правопорядка приехал на место, его поведение несколько удивило Арнольда. По его словам, капитан полиции Игорь Лебедьков даже не утрудился сфотографировать место происшествия, объяснив это тем, что виновники ему уже известны. Выяснилось, что похищенное оборудование находится на складе управляющей компании. Однако, страж правопорядка, похоже, уже занял определенную позицию в этом деле. Участковый как-то повелся, я даже не могу прокомментировать его действия. Он приехал, он уже знал, кто это, что это, но никаких действий не предпринимал на месте. Он нам посоветовал идти к заместителю директора или директору Мухину и разбираться с ним. Мухин Олег Викторович, согласно данным сайта управляющей компании «Наш дом», числится первым заместителем директора. Почему коммунальщики так вольно обращаются с чужим имуществом, будто не боясь быть наказанными, знают жители. Они уверены, коммунальщики находятся в сговоре с провайдером медиагрупп. Оператор связи, в свою очередь, принадлежит застройщику этих многоэтажек – стройбетону. Налицо весьма открытая и совсем незаконная попытка выжить из дома конкурирующего оператора связи и уверенность в том, что наказание удастся избежать. К тому же, продолжают омичи, управляющая компания обслуживает их дом незаконно. Коммунальщиков выбрали не жильцы, а застройщик. Однако сейчас большинство квартир уже находятся в собственности омичей. А значит, они должны решать, кто будет управлять их домами. Никакого собрания никто ни с кем не собирал. Доли все у стройбетона выкуплены. Он уже вообще никто, и звать его никак, эту компанию. Поэтому это изначально незаконное существование этой компании на этом доме. Но вот здесь, как вы думаете, кто инициировал все-таки вот это вырывание? Стройбетон, медийная компания. Почему-то все дома стройбетона странным образом. Почему они управляются только нашим домом? Тут как бы все на поверхности лежит. Выяснить, так ли это, а заодно узнать о судьбе пропавшего оборудования, мы отправились в управляющую компанию «Наш дом». Там от причастности к этому скандалу открестились, заверяя, что дом номер 37 по улице 21 Амурская не находится на их управлении. Я вам говорю, не наши дома это, не управляющая компания «Наш дом». Там другое юридическое лицо. Какое? Управляющая компания «Наш дом» ЖУ-1. Управляющая компания «Наш дом» ЖУ-1? Да. К вам не имеет никакого отношения? Никакого отношения, да. Однако жители настаивают, «Наш дом» ЖУ-1 – это филиал управляющей компании «Наш дом». И почему они утверждают обратное, можно только догадываться. Тем более, ответа на свой вопрос нам не удалось получить и от сотрудников компании «Наш дом» ЖУ-1. Узнав о нашем приходе, директор заперся с секретарем в кабинете. Спустя несколько минут он вышел, но упорно твердил. Его рабочий день окончен, а об инциденте он ничего не слышал. Однако сам того не ведая, проговорился. Провода были не сорваны, а всего лишь демонтированы. Молодой человек, мы же можем долго заварить. Я не имею понятия, о каких вы проводах мне говорите. Как вы не имеете понятия, если их обрубили, просто мы сейчас шли и в домик, которым управляет ваша управляющая компания, оборваны провода, интернеты кабельные. Там демонтировали оборудование, извините мне, директор, звоните. Как оказалось, звонили, чтобы предупредить, к вам едет телевидение. Поздно. Однако этот таинственный директор на другом конце провода, судя по ответам этого молодого человека, явно в курсе инцидента с проводами. Я с вами разговариваю, они мне снимают это. Может быть, он разрешит вам даст комментарий, нам дать комментарий? Я не знаю, зашли в видеокамеры, просто задают вопросы по поводу проводов. Да я не знаю, я им сказал, что мне рабочий день закончил. Создаётся впечатление, что люди с лёгкостью могут пойти и на более жёсткие методы борьбы с конкурентами, говорят жители, причём куда более незаконными. Но кто дал им право считать себя полноправными хозяевами, если не жизнью, то имущество как частной компании, так и жильцов? Неужели и правда, вырвав провода и оставив половину дома без интернета и связи, эти люди надеются выйти из ситуации с чистыми руками? Настораживает в этой истории поведение представителя правоохранительных органов. Поэтому мы продолжим следить за этой ситуацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова